Меня зовут Пинхас Полонский, я последние 15 лет, я вообще занимаюсь изучением учения Рава Кука, есть несколько книжек на это, переведенных в том числе на английский и на еврит, можете посмотреть, а по-русски такая большая книга, но последнее время, последние 15 лет я занимаюсь написанием комментария к Таре на основе концепции Маниту. Концепция Маниту, как вы знаете, была опубликована, опубликован даже не то слово, потому что нет одной книги, где он опубликовал этот текст, есть его лекции, которые он начал читать где-то после Второй мировой войны, и его концепция на сегодня во франкоязычном сообществе известна, более или менее религиозно-сионистском, кроме этого сообщества она практически неизвестна. На еврите только в самое последнее время стали выходить книги учеников, которые стали брать его записи и превращать это в тексты, но в общем концепция Маниту нормально не опубликована, то есть есть из нее отдельные куски фактически, а концепция Маниту в отношении Тары вообще нет такой книги, не существует. Теперь, я сам учил все это у Рава Ури Шерки, от которого я знаю всю концепцию Маниту, а также я являюсь его последователем в основном в вопросе Бнеймог и в других вопросах всех модернизаций. Моя точка зрения с ним не вполне совпадает, у нас есть разногласия, но в целом на 90% я не просто поддерживаю концепцию, я научился у Рава Шерки всему этому подходу и считаю, что он, в общем, самый центральный раввин сегодня в Израиле, который проводит религиозную революцию. Вот, но вернемся к Маниту. Значит, для тех, кто не знает про Маниту, это Равь Иуда Леоношкинази, родился в Алжире 1922 или 1924, я сейчас точно не помню, в семье главного раввина Алжира. Эта семья происходит по прямой линии от одного из учеников Аризаля, и в его семье была кабала, которая передавалась именно в его семье. То есть, эта кабала не была опубликована. Это была личная, такая бы семейная передача в узком кругу. Сам Равь Иуда Леон еще в молодости в Алжире получил хорошее религиозное, а также светское образование начал получать. Началась Вторая мировая война. Он воевал на французском сопротивлении. После Второй мировой войны он переехал во Францию и был одним из главных восстановителей, если можно так сказать, еврейства Франции после Второй мировой войны. Было три главных человека. Это Ан-ДНР, Левинас и Маниту. Три наиболее значимых франкоязычных еврейских лигия после Второй мировой войны. После войны 1967 года Маниту сказал, что пришло время переезжать в Израиль, что война 1967 года это водораздел, который переводит центр окончательно в Израиль. Он переехал в Иерусалим и стал хеврутой, то есть напарником учебы, раба Цвида Кука, который возглавлял Ешива Мерказа Рав и влился целиком в Мерказа Рав и стал лидером уже франкоязычных религиозных сионистов в Израиле. То есть он был еще во Франции, лидером франкоязычных религиозных сионистов, потом после 1967 года в Израиле и умер в Иерусалиме в 1996 году. И его учение, он фактически начал это преподавать все во Франции после Второй мировой войны и продолжил в Израиле. То есть фактически ту традицию каббалистическую, которую он изучил в детстве, семейная каббалистическая традиция, он ее интегрировал со светской европейской культурой во Франции и послевоенной, а потом с учением Рава Кука уже в Израиле. Тем самым на сегодня концепция маниту – это интеграция первоначальных каббалистического подхода его семьи, светской, европейской, прежде всего французской культуры и религиозного сионизма именно в школе Рава Кука. Теперь, что специфически, как я уже сказал, он не писал, практически не печатал книг, он учил устно, и все ученики говорят, что то, что он учил на еврике, это в лучшем случае 10% от того, что он преподавал по-французски. Я однажды слышал, да, все франкоязычные и религиозные сионисты, они все его ученики, я однажды слышал даже от Рава Венея такую фразу, что маниту, в общем, не говорил на еврике. То есть не то, что он не говорил, он, конечно, говорил, но уровень того, какой у него был по-французски, то, что он передавал по-французски, он никогда это не высказывал на еврике в столь всеобъемлющей форме, что настоящее учение маниту можно только по-французски получать, а на еврике читать его совершенно или слушать его лекции совершенно невозможно. Я, честно говоря, не слушал их на еврике сам, я все учил от Рава Шерти, и в основном все, что как бы мой подход, я не могу даже отделить, где это Рав Шерти, а где маниту, это как не это идет единый комплекс уже. Теперь, главное, и вот по этому подходу, в соответствии с этим подходом, и написан комментарий «Библейская динамика», и поскольку даже на еврике это не издано в одной книге, то фактически это первое изложение вообще всей концепции маниту к таре. Сейчас эта книга переводится на английский, сейчас уже есть на четыре части из пяти, на бытие и сход чистое и второзаконие это уже опубликовано, на бытие и сход сейчас есть второе издание, и готовится еще там переработанное, может быть, сделало третье, на левит я сейчас дописываю, и на английский переведена половина бытия, и она должна быть опубликована осенью, и планируется, соответственно, перевод на издание по-английски еще на нескольких европейских языках. Поскольку это действительно первый раз, когда эта концепция публикуется. Фактически она не опубликована была до сих пор. Немножко смешно, конечно, что для мира она переводится с русского на английский, вместо того, чтобы кто-нибудь ее изложил по-английски изначально. Вот, опять-таки, я даже на иврите, нет книги, потому что лекции Рава Шерти есть в аудиозаписях, но их нет в виде книги. Рав Шерти до сих пор не издал. Он издает много других книжек, но комментарий к таре он еще не собрался издать. Поэтому получилось, что эта книга первая публикация концепция Маниту идет по-русски, а не на другом языке. Теперь, в чем состоит главная революция, которую делает Маниту? В чем здесь, как бы, главная суть дела? Значит, прежде всего, это рассмотрение персонажей тары, как и развивающихся личностей. Этого не было никогда. То есть, большинство всех комментариев всегда рассматривало персоны, персонажи тары как некий образ статичный, а не как образ развивающийся. То есть, кем был Авраам, это сколько угодно можно, кем был Моисей, кем был Ицхак, у каждой есть своя категория, это все классика. Но посмотреть, как сам Авраам развивался, как сам Моисей развивался, этого не было. При том, что в нашей традиции есть понятие «нисайон», то есть испытания. Авраам испытывался десятью испытаниями, и там Авраам, Ицхак, Яков, и они как-то менялись в ходе этих испытаний. Но суть изменений я никогда не видел ни в одном классическом комментарии, в котором было бы обозначено точно, как изменялся Авраам и как изменялся Моисей. И это первая совершенно революционная вещь. Монито это делает, конечно, на основе Кабалы и Сферот, которые относятся к каждому из этих персонажей. То есть, разумеется, классика, и, да, это не монито, это всем известно, что Авраам – это огранка категории хэсет, а Ицхак – это огранка категории гвура, это, как бы, не требует новости, это не новости, это классика. А вот как происходило изменение позиции Авраама, что именно с ним происходило при каждом испытании, вот этого нет в классике. То есть, рассмотрение, что каждая история Тары должна быть рассмотрена не в том смысле, что мы из этого учим, а в том, что они из этого учили. То есть, что Авраам выучил из каждой истории, которая с ним была. Вот такого комментария не было никогда раньше. Это первый, и то же самое Ицхак, и Моисей, и все пароцы, и все персонажи Тары. Это первый совершенно, совершенно революционный подход, абсолютно новый. Теперь, второй подход, второй аспект этого нового подхода, это то, что концепции Тары тоже рассматриваются в развитии. То есть, эта книга называется в итоге «Библейская динамика», в смысле, библейское развитие, развитие в самой Таре. Теперь, ну, например, рассмотрим простейший пример, который нам будет понять, будет хорош для примера. Например, как вы знаете, есть в Таре два разных подхода к десятине. Как вы хорошо знаете, в одном месте Тары сказано, что десятину надо отдавать левитам. В момент, когда левиты заменяют первенцев, первенцы, когда они были духовными лидиями, их пропитание, оно в семье. А когда левиты стали духовными лидиями, то это совершенно отдельное колено, которое только занимается теперь духовной работой, а с чего они будут вообще жить. И десятина отдается левитам. Теперь, мы знаем, что сама идея десятины, она появляется гораздо раньше. Десятина у нас появляется в книге Бытия. Два раза есть десятина, когда Авраам отделяет десятину Мохицедоку, это первый раз, и второй раз, когда Яков говорит, что сон с лестницей, что все, что я получу, десятую долю я отдам тебе. То есть, у нас идея десятины, идея, что десятую часть надо отдавать Всевышнему, эта идея у нас в книге Баришит, книге Бытия. Но, как же это реализовать? Как именно я должен эту десятину отдавать Всевышнему? Это, разумеется, в книге Бытия нет, вся книга Бытия, это только концепции. Теперь, а как это реализовать? Первая реализация, которая у нас есть, это отдавать ее левитам. Когда левиты заменяют первенцев, то решено, что мы отдаем левитам десятую долю урожая. Теперь, но в книге Второй Законе указана совершенно другая концепция десятины. И там сказано, что ты отделяешь десятину, берешь ее, идешь в то место, где храм Всевышнего, где религиозный центр, и там празднуешь семью, ты, семья, веселишься и радуешься при храме. Это совершенно другая концепция, которая никак не соотносится с первой. Теперь, это, как это всем нам известно, так представлено действительно в Торе. То есть, идея в книге Бытия и дальше две реализации, совершенно разных. Теперь, как к этому подходит Галаха, к этому противоречию? Подход Галахи такой, это первая десятина, это вторая десятина. Как мы все знаем, в Галахе есть два понятия десятины. Первую десятину человек отдает левитам, а вторую десятину иногда бедным в некоторые годы, а в некоторые годы сам идет, берет и идет в храм. И это Галахическое решение. То есть, Галаха, все нормально, эти вопросы, как бы, что она делает, она их согласовывает. То есть, интерес Талмуда и интерес всех классических комментаторов это связать Тару с Галахой. Если есть противоречие, то противоречие должно быть решено. Невозможно Галаху, то есть, законодательство, осуществлять, в котором есть внутреннее противоречие. Поэтому, если есть противоречие, то тогда надо как-то его решить, и Галаха его решает. И это первая десятина левитам, а это вторая ты сам в храме. Окей, проблема решена. Но теперь зададим совершенно другой вопрос. Зачем это противоречие есть? То есть, не как решить это противоречие, а зачем оно вообще есть? Зачем Тара так сформулировала, чтобы в ней было противоречие? Что, нельзя было какие-то другие слова взять? нельзя было написать одно слово там Масера, другое Ассирон, или каким еще угодно способом? Нельзя было что-ли ввести два термина каких-нибудь? Зачем Тара создает нам проблему? То есть, пусть такую проблему решили, возникает задача, зачем проблема была? И вот здесь вот приходит монету. Вот на этот вопрос комментаторы не отвечают обычные. Как согласовать это известный из Талмуда, и все комментаторы, разумеется, это упоминают. Но зачем проблема есть, комментаторы не говорят. Не было в комментаторской парадигме задавания такого вопроса. То есть, комментаторская парадигма не спрашивала, зачем Тара поставила нам проблему. Комментаторская парадигма спрашивала, как мы проблему решим. А монету задают совершенно другой вопрос. Зачем у нас была проблема? и отвечает совершенно иначе. Он говорит, что после того, как мы решили, что мы делаем с десятиной, у нас есть эволюция идей. Первое, что мы говорили, это эволюция людей, то есть взглядов людей, развития людей. А есть еще развитие идей. И с точки зрения развития идей, нам очень важно, что сначала идея отдавать десятину левитам, а потом идея использовать ее самому. Потому что начальная стадия, это человек думает, кто я такой, чтобы служить в храме. Но я никто, я вообще, что я полезу в это дело? Пусть кто-нибудь за меня служит. Вот есть левиты, я им отдам, я с ними связан, они за меня все, что нужно прочтут, они, священники, за меня жертву принесут, все нормально, больше мне ничего не надо. Это первая стадия развития. В книге второзакония представлена другая стадия развития, что ты не должен кому-то отдавать, ты должен сам это реализовать, ты пойди сам празднуй в храме, будь сам, будь левитом. То есть, что человек должен сам реализоваться как левит. И даже есть место во второзаконии, когда там вопрос первенцев скота, что человек себя реализует как коген, он должен как священник сам быть. По галахе он этого не делает, потому что первенцы скота невозможно разделить на одних первенцев и других первенцев, поэтому по галахе он отдает их священнику. но идея, что ты сам как священник и ты сам как левит, эта идея есть идея книги второзакония. То есть, монетур прослеживает и так со всеми идеями, так со всеми противоречиями вторе. Задача не решить противоречия, задача объяснить смысл этого противоречия. И смысл всегда раскрывается в качестве развития идей. И вот это вторая совершенно важнейшая особенность кабалы монету и, соответственно, подхода библейской динамики. Это вторая разница. В связи с этим становится очень важным контекст. Обычный комментарий рассматривают только локальный контекст, но не глобальный контекст. то есть является стандартом для комментаторов смотреть смехут паршиет, то, что называется. Когда два отрывка есть рядом, вот тогда почему этот отрывок написан здесь, а вот соседний отрывок, он влияет и есть связь между отрывками. Это я бы назвал локальным контекстом. Глобальный контекст комментаторы не рассматривают практически никогда. То есть спросить, почему этот отрывок в книге Банетбар, а не в книге Левит, вот такой вопрос не задается. Почему это в этой части книги, а не в другой части книги, такой вопрос не задается. Задается всегда обычная комментаторская парадигма, это локальный контекст. Молиту эту парадигму меняет. Для него это глобальный контекст. Рассмотрим простейший пример. Простейший пример, вот в прошедшем недельном разделе, если по галуту, по счету недельных разделов диаспоре, у нас был раздел хукат. И в разделе хукат, он начинается, как мы все помним, с красной коровы, с истории красной коровы, парадума. и все комментаторы, разумеется, комментируют саму красную корову. В лучшем случае, они ее комментируют в привязке к смерти Мирьям и к тому, что не было воды, на таком уровне, но они не осматривают красную корову в контексте книги чисел в целом и в контексте раздела хукат. В то время, как, если мы ее посмотрим в глобальной перспективе, то мы получим следующее, что вся книга чисел состоит, собственно, из двух половин. Все, что до раздела хукат, это первый год из пустыни, все, что с хукат и дальше, вот прямо от красной коровы, это все последний год в пустыне. То есть, есть первый год и последний год, серединки нет, 38 лет в середине пропущены. То есть, с хукат начинается описание последнего года. И что такое последний год? Последний год это война. Потому что весь раздел хукат, он фактически рассказывает про войну, это раздел войны. И мы совершенно это упускаем, потому что сначала красная корова, потом история, как Моисей ударил по скале, и эти истории в основном в нашей голове, а все, они же занимают маленькую часть, а дальше сплошь идет война, столкновение с Идомом, где они вступили, потом столкновение с Арадом, где они воюют, потом столкновение с Сихоном, и война за Зайордание, потом экспедиция на Голланы, то есть, против Ога, то есть, весь раздел хукат, это раздел войны. И с этой точки зрения, красная корова, ее место в начале войны, потому что именно война, она и делает связь со смертью, поэтому место очищения от смерти это предисловие к началу войны. Вот такого комментария вы не увидите у обычных комментаторов, потому что они не воспринимают раздел как целостного, как глобальный контекст, как раздел всей книги чисел, как раздел недельного раздела, хотя бы. И вот это опять-таки с точки зрения монету очень важно, где появляется та или иная заповедь, какой она имеет связь, почему именно в этой книге, почему в этой части книги. И это тоже обеспечивает нам совершенно другое понимание динамики, которая есть в торе. Окей, это еще один пример. Теперь, что еще необычайно важно здесь, что все классические комментаторы всегда общаются, ну, мы знаем, что Медляш нам говорит, каждое поколение и свои комментаторы, да, дор, 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 шав, то есть в каждом поколении есть свое понимание торы. Это как бы известнейшая фраза наших учителей из Медляша. И почему в каждом поколении есть свои комментаторы? потому что запрос каждого поколения меняется. Ведь каждый комментатор, мы его очень часто воспринимаем комментаторов Раши, Рамбана и Ибнезеу как духовных лидеров, забывая несколько о запросе, который есть в соответствующее время. На самом деле, каждый из них отвечал на определенный запрос, запрос своей эпохи. Например, для Раши главным запросом является связывание между письменной и устной тарой. И фактически весь комментарий Раши это сшивание письменной и устной тары. Дальше начинается запрос Кабалы. Каждая эпоха приносит свой запрос. И поскольку запрос меняется в соответствии с развитием человечества и еврейского народа, то меняется запрос и меняется ответ. И поэтому в каждом эпоху нужны свои комментаторы, потому что разный запрос. Теперь, в чем состоит запрос нашего времени? Чем запрос нашего времени отличается от запросов прежних веков? Значит, прежде всего и к этому запросу необычайно подходит маниту. Причем, если мы так подумаем, почему именно маниту, то изначально это не очень понятно. Маниту это каббалистическая традиция, которая идет, по крайней мере, от Аризаля. Почему она именно к нашему времени подошла? Я не знаю, почему, но факт, что она подошла. В чем же запрос нашего времени? И в чем отличие его от запросов предыдущих веков? Прежде всего, все предыдущие века читатель комментария это религиозный еврей. то есть комментарий обращен к разным людям, но все они внутри традиции. Все они не просто евреи, все они соблюдающие евреи. Но в наше время, последнее время, появились могут быть комментарии для не соблюдающих евреев, но в любом случае для евреев. Все комментаторы обращены к человеку внутри традиции, а наш запрос это читатель вне традиции, которого не было в предыдущие века. Этот читатель вне традиции возник из двух точек. Первый источник читателя вне традиции это евреи, которые уже так далеко отошли от традиции, что они смотрят глазами уже не еврейского мира и западной культуры, а не еврейскими глазами. Второй это не еврейский читатель, и мы знаем, что интерес не еврейского читателя к еврейскому учению возрос необычайно. И понятно, что источник этого интереса это государство Израиль. То есть, самый мощный импульс, самая мощная энергия, которая в мире поворачивает не еврейский мир к интересу к иудаизму, это, конечно, просто само государство Израиль. Феноменальный успех Израиля мы внутри не совсем замечаем, нам кажется всеми скандалы, кошмары, проблемы, детали. Мы забываем, что снаружи это величайший успех, что на пустом месте создано государство феноменально успешно. Это для нас все время премьер-министр не такой, и где у него сигары, и почему нужно сдавать бутылки. Но снаружи видно все совсем иначе. Снаружи это потрясающий успех, и фактически мы возраждаем Танах. То есть, понятно, что чем занимается сегодняшний Израиль, он пишет новые главы Танаха. Это как бы очевидно. По-русски это очень хорошо звучит, что мы пишем новые главы Ветхого Завета. Значит, да, по-английски можно так же, наверное, сделать, да, что вот, да, к Стареву Завету мы добавляем новые главы. Вот. Да, так вот, это реальность, которая не зависит от нас, она реальность извне. И это обеспечивает огромный интерес нееврейского мира к Израилю. Ну, мы все знаем высказывания наших мудрецов, что учение бедняка никому не интересно. То, чему учит, ну, бедный человек, это неинтересно, это его проблема. Это называется, что если он такой умный, почему же он такой бедный, да, как эта самая фраза. Вот. Что если уж ты взялся, кого учить, и сначала докажи, что ты вообще что-то стоишь. И поэтому, пока Израиль не является успешным, мы ничего не можем никому научить. Кстати, у нас, в наших недельных разделах, хукат и балак, это очень проявляется. Сначала нужно победить в войне, потом народы мира начинают думать, что делать с евреями. Пока мы не победили в войне, а всем безразлично. Но как только мы успешны в войне, тут сразу возникает проблема. Это и самое в сегодняшнем мире. Когда Израиль побеждает, то всем интересно, чему же евреи хотят сказать. И поэтому интерес огромный во всем мире создает запрос извне традиции, запрос посторонних людей. И классические комментарии фактически не подходят к этому запросу. Они не отвечают на этот запрос. И поэтому нужен совершенно новый комментарий, который ответит на запрос людей извне традиции. И в этом смысле очень часто, когда я пишу комментарий, я всем и говорю, что я пишу его не для евреев. Я пишу его для всех. Это, ну, например, там, скажем, на английский это переведено религиозным евреем американским и написано с учетом, как бы так сказать, американской аноноязычной еврейской традиции. Но его сейчас переводят на украинский, на румынский. Язык переводят христиане, потому что им интересно в их христианской перспективе, они переводят совершенно не из еврейских соображений, они переводят совершенно из ощущения, что у евреев появилось нечто новое, важное, что им в христианстве необходимо. И вот это, мне кажется, самым главным. То есть, евреи должны писать так, чтобы христианам было интересно читать. Это совершенно необходимая вещь, которую мы должны сделать. И вот этот вот этот комментарий, и он отвечает этому запросу. Потому что и когда меня иногда спрашивают, а почему вы занимаетесь неевреями? Я, кстати, много читаю там лекций в разных христианских местах, церквях, университетах христианских. И когда мне говорят, а зачем вы занимаетесь неевреями? Лучше же, наверное, заниматься евреями. То я всегда отвечаю, что евреи настолько вовлечены в нееврейский мир, что невозможно вернуть евреев к таре, не возвращая их вместе со всеми неевреями. То есть у нас евреи настолько уже интегрированы в западный мир, что невозможно евреев отдельно вернуть к таре. Надо повернуть к таре весь западный мир. И вот это, и этому отвечает именно Маниту, потому что он отвечает на вопрос внешнего читателя. Теперь, что такое запрос внешнего читателя? Чем запрос внешнего читателя, еврея или христианского читателя, или вообще нерелигиозного исследователя? Чем он отличается от еврейского запроса? Прежде всего, они ищут в таре разные вещи. Что ищет в таре классический еврейский запрос? Он ищет заповеди. То есть, он ищет, если это и не заповедь, то это, по крайней мере, повеление, моральное повеление. Но он ищет указаний. Теперь, что ищет человек извне? Он ищет ценности. Он ищет идеалы. Он не ищет указаний. Он не ищет заповедей. Он не ищет, как детали, какими деталями, и как мы должны соблюдать ту или иную вещь. Он ищет идеалы, которые он может трансформировать в свое понимание мира. И поэтому, например, если еврею внутри традиции интересно, как согласовывать два отрывка про десятину, и он не может, если они не согласованы, потому что он может знать, как делать десятину, то человеку вне этой традиции, что еврею, что не еврею, совершенно не интересно, как голоха. Ему совершенно не интересно, как делать десятину, как ее отделять. Ему интересно, какие идеалы он может из этого выбрать. И когда он видит идеал, сформулированный так, что сначала есть служение Богу и связь с Богом через кого-то, через то, что я кому-то что-то отдаю и назначаю своим заместителем, а на следующем этапе я должен сам в это войти и никого не назначать вместо себя. Вот здесь он видит это развитие идеала, которое ему интересно для его жизни. Он не должен знать восстановиться евреем или менять свою религию, менять свои конфессиональные или какие-то другие установки. Это добавляет ему к его концепции. И это необычайно важно. То есть, если это в одной фразе, то это не заповеди, а ценности. И вот эта разница, что не заповеди, а ценности, это и есть запрос современного мира. И как ни странно, этому отвечает Каббала Маниту. То есть, в итоге мы видим следующие главные запросы. Первое, это запрос на развитие, потому что если мы читаем книгу, нам необычайно интересно, как развиваются персонажи, как развиваются идеи. Само концепция развития, которая просто встроена во всю цивилизацию, в иудаизме не находила полноценного выражения. А здесь она находит свое выражение. Это первый аспект. Второй аспект, что персонажи Тары должны быть живыми людьми, а не картинками, не образами стандартными и статичными, а должны быть люди, которые сомневаются, развиваются, пересматривают свои взгляды, меняются. Вот этого ничего не было. Это второй аспект. Значит, развитие идей, развитие людей, идеалы, а не заповеди, и общая установка на универсализм. Что такое общая установка на универсализм? Это значит, что Тара говорит не только евреям, она говорит человечеству. Она говорит всем. И если она говорит всем, то она должна вмещать в себя все аспекты жизни. Она не должна быть религией. Она должна быть всем. Что такое быть всем? Давайте я приведу такой пример. Здесь я хочу немножко вспомнить концепцию Рава Кука, очень известную концепцию. Я считаю, что это просто потрясающе величайшая концепция, которая занимает всего 10 строчек в Шмонак-Вацин. Концепция Рава Кука О, которую можно назвать программа развития иудаизма. Рав Кук написал ее в 1910 году в одном из своих дневников. Она была опубликована в книге «Урод» в 1923 году, «Урод» была опубликована в 1921 году. Рав Цвиуда опубликовал ее в «Урод». И эта концепция – одна из самых фундаментальных основ религиозного сионизма, хотя мы не всегда это как бы в нашей жизни помним. Концепция Рава Кука состоит в том, что если мы возьмем весь еврейский социум, то мы можем выделить три основных идеологических концепта. Опять, это 1910 год, начало 20 века, до Первой мировой войны. Три основных группы, он называет их идеологические группы в еврейском народе. Одна группа – это ортодоксы, для которых главное – это тарай заповеди, изучение тариев и соблюдение заповедей. Вторая группа – это национальная группа, националисты, скажем так, для которых главное – это построение государства. И третья группа – это универсалисты, для которых главное – это общечеловеческие ценности. Это тривиальный социологический анализ, который Рав Кук сформулировал на 1910 год. Я думаю, что кроме Рава Кука вполне многие-многие могли такой анализ провести. Это тривиально. А вот нет тривиальной революции. Это следующая фраза Рава Кука, где он пишет, что самая главная ошибка – это думать, что развитие религии – это развитие группы ортодоксов. Ничего подобного. Развитие религии и дальнейшее развитие иудаизма – это интеграция ценности всех трех групп. То есть, для правильного развития иудаизма нужно интегрировать с ортодоксальными ценностями классическими, с ними интегрировать национальные ценности, и с ними интегрировать универсальные ценности. Потому что, говорит Рав Кук, исходно все они содержатся в Таре, исходно они все содержатся в иудаизме. Но когда еврейский народ ушел в изгнание, то необходимо было сделать такое самосокращение, которое называют котлут. То есть, малость. Нужно было стать маленьким, чтобы залезть в норку. В норку не залезешь, если ты очень большой, толстый. Поэтому, чтобы залезть в норку, нужно скукожиться, спрятаться, и поэтому пришлось вытянуть национальное, вытянуть универсальное, залезть в норку, чтобы сохраниться. И это стадия котлут. Это иудаизм в диаспоре, в изгнании. Малость. Стадия малости, но я не перевел. То есть, иудаизм в диаспоре – это иудаизм маленький. А нормальный иудаизм – это иудаизм большой, в котором есть не только стандартные идеалы иордоксальные, но и идеалы национальные, идеалы универсальные. Все это пришлось отбросить. Не от хорошей жизни. Если бы у нас сохранялись идеалы национальные, то восстание против Рима чуть не привели к разрушению еврейского народа, вообще к гибели. Если бы у нас сохранялись идеалы универсальные, то народ бы разбегался реализовывать эти идеалы. В изгнании нужно было всех загнать в то, что называется «четыре локтя галахи», шаг вправо, шаг влево, расстрел. И это ситуация изгнания для того, чтобы выживать. Но это не идеал. Идеал – это иудаизм большой, который он называет «гадлут». Величие. Иудаизм величия. Иудаизм величия включает в себя иордоксальные, и национальные, и универсальные идеалы. И это и есть программа развития иудаизма. В общем, все это более-менее – это полстранички в одном из дневников Рава Кука. Теперь, если мы дальше посмотрим на развитие школы Рава Кука, то за прошедшие сто лет произошла полная интеграция этадоксальных ценностей и национальных. Собственно, эта интеграция – это и есть создание ревидиозного сионизма. Вся школа Рава Кука, все вязные типы, что они модернисты, что они хардаль, самый-самый хардаль, то есть самая-самая харидимная часть школы Рава Кука все равно интегрирует все национальные ценности. То есть, эта интеграция, и на этом, на интеграции национальных ценностей, собственно, и произошел раскол между школой Рава Кука и харидим. Суть раскола это именно интеграция или не интеграция национальных ценностей в иудаизм в добавление к иудоксальным ценностям. То есть этот этап пройден за прошедшее время. Фактически сегодня начался этап универсальной интеграции универсальных ценностей. Это вот ровно то, что я сказал в предыдущем докладе, а именно выход иудаизма к человечеству. И он есть в разных формах. Одна форма Рава Гинзбурга, другая форма Рава Шерти, третья форма интеграция осмысления других раввинов. Но в целом вот именно главный модернистский тренд в современном религиозном сионизме это то или другое, по-разному все делают, интеграция универсальных ценностей в иудаизм. Интеграция универсальных ценностей это прежде всего обращение к человечеству, а не только к евреям. Это как бы общий базис. Это интеграция науки, это интеграция искусства, это интеграция самого процесса развития. Вся эта интеграция является фактически следующим этапом развития религиозного сионизма. Поэтому на сегодня внутри религиозного сионизма есть раскол между тем, что называется хардаль и модернистами. Хардаль это те, кто считает, что той интеграции, которая прошла с национальными ценностями, больше не надо. Хватит нам первого этапа интеграции, мы интегрируем национальные ценности и теперь остановимся. Это собственно и есть суть движения хардаль. То есть харидимные части религиозного сионизма. Хардаль это харидимные религиозные сионисты, такое сокращение на иврите. А вторая половина религиозных сионистов, то есть модернисты, говорят, нет, первый этап мы прошли, а теперь пошли на второй этап. И фактически это главное столкновение внутри религиозного сионизма. В политике это соглавение между еврейским домом и партией «Новые правые». То есть между, скажем, Смотовичем и Беннетом, с точки зрения политической. Это и есть столкновение вот этих двух идеологических позиций. А не обязательно еще в политике, идеология не обязательно в политику прямо транслируется. Но вот сейчас у нас она транслируется фактически, так сказать, однозначно. Потому что разница это не разница в той или иной политической, это разница в идеологической позиции. Должен ли иудаизм интегрировать универсальные ценности или нет? И фактически, опять, люди по-разному, разные явины по-разному интегрируют универсальные ценности. Вот Рав Шагар, Захерна Левраха, интегрирует универсальные ценности с точки зрения постмодернизма. Рав Шагар рассказывал здесь очень важные вещи. Там Рав Динсбург интегрирует по-своему, с хабадной хридинной позиции. Это другая, но по сути дела такая же интеграция, когда говорится про четвертую революцию. Это невозможно нести в качестве революции то, что было раньше. Его сначала нужно трансформировать. Поэтому трансформация может быть по-разному представлена, но все равно трансформация. И все понимают, что это трансформация. Только у всех трансформация делается по-разному. Там, например, Вайна или Рав Шерти делают по-своему трансформацию. Поэтому маниту не обязательно основа всех. Но это одно из мощнейших опор в этой трансформации. Потому что маниту – это не самодеятельность. Это не то, что я сейчас это придумаю, или кто-нибудь из больших раввинов это сейчас придумает. Это мощнейшая каббалистическая традиция. Которая позволяет написать комментарий ко всей таре. Которая позволяет по-другому посмотреть. Ведь есть очень много различных комментариев к таре, которые комментарии к отдельным местам. То есть даже, что называется, я бы сказал, гомилетика, а не экзодетика. С точки зрения гомилетики, есть к тому или иному месту тары, можно дать тот или иной развернутый комментарий. Но дать общую концепцию, которая пройдет через весь комментарий к таре, вот это бывает очень редко. Именно в этом смысле маниту является совершенно особым. Поэтому в некотором смысле эта книга, вот этот вот комментарий к таре, это, в общем, вклад вот в этот этап революции иудаизма, о котором он говорил. Только с другой стороны революция. Революция к тому, чтобы сам процесс развития был настолько интегрирован в религию, чтобы он был совершенно неотъемлемой частью. Ну вот, например, давайте рассмотрим такой простой пример. Допустим, человек приходит куда угодно в искусство, к человеку, к деятелю искусства, к деятелю науки, к деятелю социуму, к любому мыслителю. Какой первый вопрос, который он задает? Первый вопрос, что у вас новенького? Встретяйтесь вы с ученым, какой первый вопрос вы зададите? Что в вашей науке новенького? Что в вашем искусстве новенького? Что в ваших разработках новенького? Это просто первейший вопрос нашей цивилизации. И теперь приходит человек к религиозному деятелю, говорит, ну что, что у вас в религии новенького? Это будет несколько странно. А что, религия должна быть новенькая? Религия, ведь все старенькая. Вот, и этим религия совершенно выбивается из всей современной парадигмы. Потому что нормальная парадигма современности – это вопрос, что у вас новенького. И это на самом деле неправильно. Некоторые, наоборот, пытаются на этом религию возвеличить, сказать, нет, мы не должны нового, мы исходно, вот с горы Синай нам передали, мы только объясняем, да? Ну или в христиан соответствующий, Иисус все сказал, мы только это реализуем. Ничего подобного. Моделлистская позиция в иудаизме исходит из концепции продолжающегося откровения. А вот там, кстати, Тамарос, есть совершенно замечательная статья, потрясающая, концепция продолжающегося откровения и философия Рава Кука. То есть Рав Кук исходит, и эта концепция, она всегда была в иудаизме, она была минорной, она была где-то на краю иудаизма. Рав Кук внес ту концепцию в самый центр. Эта концепция состоит в том, что все развитие культуры, все развитие науки, все развитие социума – это божественное откровение. И поскольку это божественное откровение, мы просто обязаны его воспринять, потому что если мы его не слышим, то мы не слышим Бога. И поэтому получается, что взять новое – это не предусловление к современности. Взять новое – это услышать Бога. Это первейшая религиозная обязанность. Поэтому ардоксальный подход говорит, ничего из прошлого мы не отбрасываем, но мы добавляем. Мы постоянно слышим новое божественное слово и добавляем его к предыдущим божественным словам. И поэтому модернизация становится религиозной обязанностью в некотором смысле. Это становится императивом. Модернизацию ты обязан делать, иначе ты не религиозный. Получается, настоящая религиозность – это не соблюдение. Само собой соблюдение. Настоящая религиозность – это модернизация самой религии. И это концепция Рава Кука. И вот в рамках этого развития, в этой концепции, развитие должно интегрироваться в самый центр религии. И в ответ на вопрос, что у вас в религии новенького, должно-таки быть, что у нас в религии новенького. Этот вопрос равен вопросу, что нового вы услышали от Бога за последнее время. В этом смысле, это не вопрос пророчества. Как мы знаем, что еврейский народ, они не пророки, но они дети пророков. Такое выражение есть в иудаизме. Что такое дети пророков? Это значит, что мы как целое воспринимаем божественность. Это не кто-то отдельный. Ниша Коля, он сын пророков. Все как вместе, как целые дети пророков. Поэтому, соответственно, услышание божественного слова – это восприятие божественности во всем развитии цивилизации. И вот это вот, для того, чтобы так быть, именно это возвращает иудаизм в парадигму современности. Когда новое становится неотъемлемой частью религии. Для того, чтобы новое стало неотъемлемой частью религии, нужно комментировать Тару так, чтобы развитие было прямо интегрировано в самый базовый комментарий к Таре. Вот комментарий библейской динамики этим и занимается. Ну, вот это основном то, что я хотел вам сказать. Итак, прежде всего, концепция Рава Кука – это артодоксальная модернизация. Что такое артодоксальная? Артодоксальная означает, что ничего из прошлого не откидывается. Не выкидывается. Если у нас есть дом, пятиэтажный дом, допустим, стоит у нас пятиэтажный дом иудаизма. А весь ландшафт поменялся. А он так стоит. А раньше он подходил к ландшафту. А теперь смотрим, совершенно не подходит к ландшафту. Есть три подхода к решению этой проблемы. Подход классический и артодоксальный. Говорит так. Наш дом хороший, всегда был хороший. А то, что ландшафт изменился – это проблема ландшафта. Понятно. Если он не подходит под вашу ландшафт, то меняйте свой ландшафт. А мы как были правильными, так и остались правильными. Потому что у нас истина. А у вас фигня. Не знаю, как это перевести на английский. Да, теперь. Да, теперь. Да, теперь. Это первый подход, да? Второй подход – это подход реформистов. Он говорит, ваш пятиэтажный дом не подходит к ландшафту. Два этажа сносим, три этажа немножко меняем, тогда будет подходить. Это второй подход. То есть, половину головки выкидываем, а другую в современном стиле оформляем. И тогда он подойдет к ландшафту. Теперь, подход Рава Кука, то есть, аэроксальная модификация совершенно иной. Он говорит, действительно, дом не подходит к ландшафту. Потому что пятиэтажный дом устарел. Мы построим двадцатиэтажный дом, в котором этот пятиэтажный дом будет его частью. Изменим фундамент, поставим новые совершенно колонны. Рава Кук меняет весь фундамент. Это вообще отдельная у него работа. Просверим новые дырки, поставим новые сваи. Возведем двадцатиэтажный дом. И вот тогда он будет отлично подходить к окружающим. То есть, для того, чтобы иудаизм подходил к современности, нужно его увеличить, а не уменьшить. И это разница. Рефамисты говорят, надо уменьшить. Сегодня пятиэтажные дома не в моде. Рафу говорит, ничего подобного, надо увеличить. Правильно, сегодня пятиэтажные дома не в моде. Но двадцатиэтажные будут отлично смотреться. Поэтому, прежде всего, это увеличение. Увеличение чего, прежде всего? Это большая разница. Если рефамистский подход, это уменьшение, убрание, галахи, то у Рава Кука это увеличение смысла. И это важнейшее понятие смысл. Вообще, понятие смысл, которое в современной культуре необычайно возросло благодаря Франклу и всем его работам по психологии, понятно, что без смысла ничего не работает. Чтобы что-то было принято, оно должно иметь смысл. И вот этот смысл мы должны добавить. То есть, если с точки зрения реформистов проблема иудаизма – это слишком много законов, то, с повреждения Рава Кука, проблема иудаизма – это слишком мало смыслов. И нужно добавить смысл, и тогда все будет работать. Поэтому добавляем смыслы, как можем, так и добавляем. Кто будет решать? Ответ – еврейский народ в следующем поколении. Кто вообще решает? Решает народ. Например, Веленский Гаум наложил хэром на хасидов. Сегодня в хэром не действует. Кто отменил хэром? Не было такого раввина, который взяли, собрались, проголосовали, отменили хэром. Народ хэром отменил. Во времена Мишни были разные установления. Мы знаем, что еврейское вино, оно глухически запрещено. Но были разные другие законы, типа нееврейского масла, например. Народ решили, что этот закон не годится. Поэтому какой закон или принцип народ одобрит, то и будет. Поэтому все споры решаются внуками. Что внуки решат, то и будет. Что внуки постановят, что это подходит, то и будет аутодоксальным иудаизмом. Так, да. Да, пожалуйста. Вы, наверное, добавили несколько раз в суде, такой термин «национальные ценности». Да. В принципе, что понимает религиозный сиамин, то есть, для множества категорий еврейского народа, которые долетели от религии. Нет, вы меня спрашиваете, что такое национальные ценности. Ответ. Нет, национальные ценности – это та идеология, которая была в начале 20 века у нерелигиозного сионизма. Нерелигиозный сионизм – это и есть национальные ценности. То есть, это нормализация еврейской жизни в своей стране, освоение страны, создание экономики, создание безопасности, создание функционирующего государства, чтобы еврейский народ имел не меньше нормальной жизни, чем все другие народы. Это и есть национальные ценности. Или о всей диаспоре. В общем, есть диаспора. Национальные ценности – это ценности религиозного сионизма. Это ценности сионизма, не религиозного, просто ценности сионизма. Национальные ценности – это не то, что вы считаете ценности народа. Под национальными ценностями понимаются ценности сионизма. в этом дискурсе. То есть во времена Кука абсолютное большинство еврейского народа жило в Непре? Да, совершенно верно. Они что вообще не рассматривают? Конечно. Потому что важно не то, где живет много народа, важно то, где центр продвижения нового. Туда все остальные прибегут, никуда не денутся. Важно не большинство, важно активное меньшинство. Оно определяет будущее. Большинство ничего не определяет. То есть та часть народа оказывается вообще вне рассмотрения. Наши с вами предки, которые жили в этой... Они прекрасно присоединяются с вами предки, где жили, когда были предки. А когда мы их потомки, то все совсем по-другому. Поэтому нельзя предков из позапрошлого века притянуть в нашу современность. Они жили в другой ситуации, а мы живем в иной ситуации. И поэтому важно не что были с дедушками, а что будет с внуками. Дедушки жили в Диаспоре, а внуки живут в Израиле. Это большая разница. Посмотрите, например, в России, когда я здесь жил, в СССР, здесь было 5 миллионов евреев. А сегодня сколько? Осталось 1 десятая. А через 20 лет останется еще 1 десятая от того, что есть сегодня. Это реальность. Народ переместился. Точка. Да. Ваш вопрос. Во-первых, большое спасибо. Мне кажется, что наши идеи вполне универсалистские и могут применяться не только к элдаизму, но и другим евроамическим делениям. Очень большое спасибо за очень важную отметку, что эти концепции применяются не только к элдаизму, но и другим евроамическим. Я хочу здесь добавить. Одну секундочку. Одну секунду. Что, оказывается, я рассматриваю свою задачу не как превращение неевреев в евреев, то, что говорил Равгинсбург, и даже не как преобразование христиан в в Неймоах. Нет. Наша задача помочь христианам провести такую же правильную модернизацию в христианстве. Потому что, на самом деле, наша задача к тому, чтобы монотеистический комплекс человечества, состоящий из элдаизма, христианства, ислама, уж как-никак двух доченних религий, здесь ничего не поделаешь, из истории, так сказать, не перепишешь, чтобы этот комплекс сохранился, правильно развивался и правильно продвигал человечество. Поэтому не надо стремиться обратить христиан в евреи или наоборот, или мусульман. Надо помочь каждой из религий провести свою правильную модернизацию с осознанием себя единым комплексом. Вот это как бы специальная позиция именно моего подхода. Извините, я хотел просто добавить здесь, это очень было важно. Большое спасибо. Я хочу сказать, что это очень интересно к идее гиперекоммунизма, которые присутствуют в христианстве в современном. Но меня сейчас интересует не этот вопрос. Меня интересует вот 20-этажный дом, включающий пятиэтажный, это очень заманчивая идея. Но все равно что-то включая, обязательно, должны что-то категорически исключить. Понимаете? Я согласен. Что в модернизации, которая, так сказать, запланирована вами, условно скажем, будет категорически исключено, никакой принцип не включения, не исключения. Я понял, да. Я все понял. Значит, вопрос, исключается ли что-нибудь тоже? Ответ, конечно, что-нибудь по ходу исключается. Но исключается не фундаментальное, а исключаются ошибки, которые накопились за прошлые века. Раф Хук пишет об этом совершенно замечательно таким образом. Он пишет, в иудаизме диаспоры имеются заусенцы. Такой важный термин заусенцы. То есть, как бы, что такое заусенцы? Это то, что мешает нам правильно, так сказать, наше тело ощущать. И вот эти заусенцы мешают тому, чтобы иудаизм диаспоры был положен в основу возрождения иудаизма в Израиле. Поэтому на начальной стадии сионистского движения непременно есть отход от иудаизма диаспоры и заново построение в Израиле, потому что заусенцы диаспоры мешают. Я это все время пытаюсь иллюстрировать следующей картинкой. Едет телега, и у этой телеги есть колеса. Вопрос, эти колеса круглые или не круглые? Ответ, ну, конечно, круглые, как бы она иначе ехала. На квадратных колесах телеги не едут, телеги едут на круглых колесах. Но степень круглости колеса телеги, это не то же самое, что степень круглости колеса автомобиля. Если эти колеса круглые для скорости 10 км в час, ну, 15, а если 60 км в час, то они настолько не круглые, что они немедленно отлетят. Как колеса обычной машины и колеса-гоночные машины. Колеса-гоночные машины балансируют на круглость совсем с иными требованиями круглости, чем даже обычные колеса, обычные машины. Потому что 60 или 100 км в час это не то же самое, что 200 км в час. И в этом смысле, да, действительно, в процессе балансировки колес приходится счищать заусенцы. Это не выкидывание, это пересмотр. Мне очень нравится, что Пинхас, вы всегда обращаетесь к метафорам и сравнениям, но вы от меня не уйдете, я хотел бы конкретики. Назовите несколько, пару заусенцев, которые надо, так сказать, со стола. И пару этажей, которые конкретно надо добавить. То есть в виде идей. Да, значит, в виде того, что надо снять, я вам примеров не приведу. Это происходит в процессе реальное развитие Галахи в Израиле. Что надо добавить, я примеры приведу очень просто. Это интеграция науки, интеграция, ну, нет, это уже были добавлены, уже было добавлено интеграция страны Израиля, интеграция государства, интеграция национальных идей, интеграция постоянной нормализации жизни в Израиле. Это уже добавлено. Уже. Не будет, а уже добавлено. Сегодня нам надо добавить развитие в науке, развитие культуры, развитие искусства. Все это надо интегрировать. Саму концепцию развития, универсальность обращения к человечеству. Многих человек, я бы более-менее даже перечислил, это все надо добавлять на вам пример, таких этажей, которые надо добавить. И если в науке это еще более-менее сделано, Раф Славейчиксон, выдающийся Авин в середине 20 века, сделал очень сильную интеграцию с наукой, идеологическую, не техническую, а смысловую, то интеграция с искусством до сих пор не проведена. Нам ее еще придется сделать. И это часть нашей работы. Поэтому мы занимаемся именно развитием, модернизацией иудаизма, не сохранением. Это вектор диаспоры, это сохранение. Вектор страны Израиля это развитие. Да, совершенно верно, появление предрассудков, исправление. Да, конечно, конечно, это обычно бывает так. Какая механика этого? Механика обычно такая. Есть в иудаизме всегда, в любую эпоху, разные точки зрения по всем вопросам. И это некоторые из этих точек зрения становятся мейнстримом, а другие становятся маргинальными. А потом ситуация меняется. То, что было маргинальным, вдруг разворачивается и становится мейнстримом. А тот облегается в сторону. Вот это и есть процесс модернизации. То есть, модернизация происходит прежде всего не через выкидывание чего-то из религии, а через переактуализацию. То есть, вопрос, где вы поставите ударение. Я вам приведу пример, который, может быть, не совсем будет понятен тем, кто не сталкивается иудаизмом ежедневно. Но пример очень важный из чисто религиозного, так сказать, пространства. Как вы, наверное, знаете, и эту фразу знает любой человек, хоть когда-то с иудаизмом контактировавший, но евреи в основном в данном случае, это есть фраза «Сделаем и услышим» на Севани Шма. Эта фраза очень хорошо известна, что вот евреи на Синае, когда Бог дал Тару, или там, предложил Тару, они сказали «Сделаем и услышим». То есть, сначала делай, потом поймешь. И эту фразу знают все, просто все. Возьми любого нереверегистого еврея, который хоть когда-нибудь что-нибудь читал по иудаизму, эту фразу он знает. Не потому, что она в Таре написана, а написана, а потому, что она всюду процитирована. Абсолютно всюду. Фраза «Снегий исход». И она всем известна. Но очень мало кому известно, очень мало, что в книге «Второй законе» есть противоположная фраза. Наоборот, слушай, он скажет «Шаману в осину». То есть, сначала поймем, а потом будем делать. Не сделаем и услышим, а ровно наоборот. И эту фразу никто не знает. Не то, что ее нет в Таре, а потому, что ее не акцентировали. Потому, что цитировали первую, а вторую не цитировали. Теперь мы берем вторую фразу. Начинаем ее цитировать, акцентировать, актуализировать. Иудоизм меняется. Выкидывать ничего не нужно. Нужно переактуализировать. Если это достаточно, я объяснил пример. Я боюсь, что я кому-то мешаю задавать. Ты никогда не мешайте. Если никому не мешают, я все-таки задам вопрос. Ну, пожалуйста. Понимаете? Опять же, я рассуждаю, скажем, с своей. Да, я хочу рассказать всем. В данном случае. Вот там есть книжки, это комментарии. Его можно приобрести. Все желающие на Апорусске, вот они там лежат на столике. Все желающие могут их приобрести. И прочитать. А не только послушать от меня, о чем это. Вот все эти книжки, вон они там лежат. И другие книжки «Центральные идеи Кабалы» и «Проблемы современного иудаизма», они тоже там есть. И все это можно приобрести. Если мы говорим, вот опять же, что за... Хорошо. Итак, поставлен был конкретный вопрос. Я поставлюсь ответить на конкретный вопрос. Что такое интеграция науки? Это... Вопрос еще продолжается. Это что? Решение про большой взрыв? Это пусть будет свет, это большой взрыв? Или это небольшой взрыв? И Дарвин, как его там с семью днями творения согласовать? Теперь ответ. Нет, это не тот вопрос. Вопрос совсем другой. Вопрос вот в чем. Является ли развитие науки религиозной ценностью? Является ли развитие науки заповедью? Есть ли такая заповедь создавать математику и физику? В самом таком грубом приближении, это фраза звучит так. Но это Нобелевские премии, еврейские. Они, сделав свои открытия в физике или в химии, они потрясающе продвинули иудаизм и вообще еврейскую, идиозную концепцию, или они зря потеряли время, а лучше бы Талмуд учили. Это такое жесткое выражение этой дилеммы, да? Понятно. Теперь ответ. 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 Ответ дан рабом Йосифовым, новым словейчиком. В его знаменитой концепции «Одинокий верующий человек», кстати, «Одинокий верующий человек», кстати, эта концепция тоже приводится у меня в книге в начале, мне общались комментарии по маниту, но в начале есть по словейчику некоторые куски. А именно, он объясняет, что сама главная заповедь, первая заповедь, которая дана человеку, это не просто плодитесь и размножайтесь, а это наполняйте землю и властвуйте над нею. Власть человека над миром – это постоянное цивилизации. Тем самым это и есть первая заповедь, данная человеку. Поэтому, когда человек развивает науку и социум, и культуру, и цивилизацию и научается преодолевать ограничения природы, то это божественное религиозное действие. Это не что-то чужое, это не постороннее, это само по себе заповедь. Это такая же заповедь, как соблюдение субботы, как еда кашиута, как празднование праздников. Такая же заповедь – это развитие математики, физики, химии и науки. И технологии. То есть, статус научного развития, то есть, само научное развитие приобретает статус заповеди. Вот это – настоящее религиозное переосмысление самого науки. Поэтому дальше не в том вопрос, согласовать ли текущую научную теорию, или там Дарвина, или не Дарвина, согласовать ли его с книгой бытия. Вопрос ставится в том, что само развитие науки – это выполнение заповеди. Поэтому люди, которые нобелевские стилуэты, надо им сказать, как замечательно вы продвигаете божественную задачу, поставленную перед человечеством. И это совершенно другое отношение к науке. Когда мы понимаем, что наука – это заповедь, это не отдельного человека, и даже не отдельного народа, это заповедь, поставленная человечеству. И в этом совершенно тогда совершенно другое отношение к науке. Вот вам пример, что такое религиозное осмысление науки. Это не вопрос согласования, это вопрос с религиозного смысла науки вообще. Вот это настоящая модернизация. Как видите, ничего здесь не выкинуто, никакие этажи не разрушены, но совершенно по-другому достроены. То же самое с искусством, то же самое со всем остальным. Но искусство разное. И наука разная. Хорошо, я вам про искусство скажу, пожалуйста. Это несложно. Какая у нас самая главная, первая образ Бога, который есть в таре? Что он творец, правда? Вначале Бог сотворил небо и землю. Значит, вот это вот, то есть умение создать нечто принципиально, фундаментально новое. Это и есть первая характеристика Бога. Поэтому хочешь быть ближе к Богу, будь человеком творческим. Поэтому сам процесс творчества, это и есть напрямую, приближение к Богу. Поэтому хочешь быть к Богу близким, будь творцом. Твори. И это совершенно другой статус самого искусства. Да, можно творить хорошее, а можно плохое. Наука тоже может атомную бомбу сделать и кого-то убить. Это другой вопрос. Да, наука кто-то зарабатывает средства уничтожения. Ну, тоже не без этого. Так устроено человечество. Так и искусство бывает плохими месседжами. Но сам процесс творчества божественный. Вот вам интеграция всего искусства в аудоизм. Ну, или в аудоизмскую религию. Здесь что и аудоизм, то христианство, что и слам, они все одинаково будут смотреть. Понимаете, в этом ведь на самом деле суть аудоизмических религий не в том, что у них всех один Бог или такая. Суть в том, что есть тексты, которые с аудоизмом и христианством совпадают, а с исламом не совпадают тексты, но все-таки достаточно близки. Вот на основе этих текстов, из них-то и выводится на самом деле мировоззрение, идеология и все на свете. Из святости текста. И вот это очень важная штука. Так. Мне кажется, что я уже все рассказал, все, что можно было рассказать. Да. Такой вопросик. Про плохую науку. Да. Если в какой-то момент уже интегрированная в иудаизм наука вдруг заявит какие-то вещи, которые абсолютно являются... И всегда заявляет. И понимаете, ну как явится? А наука может заявить, что что угодно антирелигиозное, так же как искусство может создать антирелигиозные произведения. Это текучка. А суть дела, что это заповедь. Поэтому можно, соблюдая заповедь, сделать что-нибудь неправильное, но можно, да. Жизнь так устроена. Все нормально, да. Их не так просто согласовать. Окей, все нормально. Сама суть науки это заповедь, а не конкретное научное исследование. Да. Да, да, секундочку. У нас у девушки был вопрос, да. Да, такой вопрос немного связан с первым. По вашему мнению, концепция партнерша Миньяна? Я отказываюсь это самое решать. Это не пример. Нет, 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 нет. Я не хочу просто в это дело влезать. Потому что или мы говорим про феминизм, или мы не говорим про феминизм. И это отдельный вопрос. Я предпочитаю не говорить про феминизм. Пусть эти женщины занимаются. Так, да. Было такое, как бы заветение, в общем-то... Субтитры создавал DimaTorzok.